Политика создана для того, чтобы манипулировать людьми. Люди передали свое право думать, мыслить. Они сейчас делают упор на развращение наших детей и на сжигание их морали. А в те времена, когда была народовласть и вечевая форма управления совершенная, тогда народ был непобедим. Нам нужно сделать, чтобы у нас не было правительства, а было народное управление. Народное. Это будут люди настолько грамотные, культурные. Вы, говорит, просто можете с любовью сажать, но в третьем поколении вы уже будете полностью открыты богами. Нам показывают эти все кукольные шоу, ручные политики, вот эти конфликты, они якобы разруливают, все это все показывается. Причем одни и те же новости показывают по всему миру одинаково. Причем только исключительные некоторые страны, такие как Беларусь, не приняли коронавирус, но их очень мало таких стран. Что ты думаешь по поводу этой всей политики, всего этого шоу, которое происходит? Человек, который понимает истинное значение всех слов, всех мероприятий, он может трезво понимать все ситуации. Поэтому вся жизнь, как сказал один человек, это игра, театр. Ну вот кем ты себя в этой жизни понимаешь? Когда ты стал зрителем, у тебя пошел азарт, тебе это нравится, ты хочешь быть уже актером, ты хочешь в этом принимать участие. Ты становишься актером. Далее, ты какой-то период был актером, тебе жажда дальше, тебе очень это интересно, ты, пытаясь это понять, уже понял, и ты становишься режиссером, ты сам уже пишешь сценарий, уже исполняешь эти, набираешь людей, они начинают по твоему сценарию работать. Далее, ты видишь, что все хорошо, но не всегда ты можешь делать сценарий, директор есть, директор не всегда дает добро. И вот ты стал директором. Наступил тот момент, теперь ты можешь сам делать режиссеру, набирать героев, так сказать, в свои режиссеры, ну, в репертуары, да? Да, планируешь, когда хочу, то и делаю. Поэтому кем ты в этой жизни существуешь? Все люди это просто зрители, либо просто прохожие, да, не принимающие в этом участие. Кто-то принимает участие, кто-то более активно принимает, он уже актер, да? И кто-то может повлиять на этот спектакль, тот становится уже актером, и он знает, как это сыграть, да, входит в роль. Но все планирует режиссер, но над режиссером всегда есть директор. Поэтому политика это тот же театр. Кто-то создал этот сценарий, запустил, и это все пошло в жизнь. В древние времена еще для плебса устраивали шоу. Для нижней части людей. Чтобы люди разрядились и ни в коем случае не решили изменять там структуру власти. Для них устраивали вот эти поединки гладиаторов там и прочее шоу. И в данное время ситуация, так понял, не изменилась. Совершенно правильно. Хлеба и зрелище. То есть люди видят зрелище, есть хлеб, они ходят на работу, им больше ничего не надо. За них все думают. Люди передали свое право думать, мыслить. Нужно учиться мыслить, развивать свои мысли, внедрять в жизнь, быть творцом. Мы творцы от Бога. Мы дети Бога. Мы частичка Бога. Мы можем творить, создавать детей. Поэтому мы творцы. Не надо считать себя рабами. Не надо давать управлять собой. Нужно свое мнение воплощать в жизнь. И чтобы это мнение было сильное. И оно способствовало возникновению в людях любви и добра. Отношения всех по совести в жизни. Чтобы все жили по совести, добру и любви ко всему. Или всю эту политику создают люди тоже. Понимаешь, просто такие же люди. Нет, нет. Не люди создают. Вот тут они. Ее создают не люди. Это создана политика. Само слово политика. У нас его нет в обиходе. В русском слово политика и бизнес. Это два тапочка, которые ходят вместе. То есть политика создана для того, чтобы манипулировать людьми. И превратить из народа в население. Народ это когда весь дружный, сам за себя стоит, скрещенный. Они знают своих родственников. Они помогают друг другу, не вредят. А население, которое пилит лес, добывает, добычу ведет. То есть сами себя уничтожают. Это население, без мозгов. И нас превратили в население за счет политики. Отобрали у нас наши права с молчаливого согласия. Мы все молчим, соглашаемся. И превратили все в бизнес. То есть бизнес это когда выгодно и нужно. Но нужно то, что им нужно, а не нам. Когда была вечевая форма управления на Руси, на Русь не могли никак зайти. То есть сюда внедряли новые религии. И они тут не приживались. Сюда пытались зайти с армиями. То есть армии уничтожались, потому что тут даже мальчик маленький, он брал меч. И потом девушки брали мечи. То есть невозможно было эту территорию покорить. То есть и во всех писаниях все говорят, и историки древние. Русские это самая непокоренная нация. То есть их невозможно поработить. Совершенно правильно. Им можно переписать историю, привить им рабскую идеологию. Только тогда, может быть, мы сможем их поработить. Может быть. Но лучше их уничтожить. И как сказала Маргарет Эйчер, 15 миллионов оставит для обслуживания высших лифтяных. Когда была вот эта совершенная форма управления, народовластия, вечевая форма управления. И по факту не было армии на территории Руси. А зачем? Почему? Потому что мальчики, они с детства занимались физическим трудом и владели всеми оружиями, какие только были. Плюс обладали психотелепатическими, как сейчас говорят, аномальными возможностями. Как сейчас говорят. Это способность от рождения. Да, это способности божественные, нормальные. Когда они жили в божественной природе, среди лесов, рек, полей, трав, они дышали этим воздухом. И они, понимаешь, с детства, то есть то, что Арина Родионовна передала Пушкину, это всего лишь маленькая крупица того, чем обладал русский народ, той огромной культуры. Так вот, и вот эти дети, которые вырастали в той культуре. Потому что когда Арина Родионовна передавала, это уже было несколько сотен лет уничтожения русского народа. Начиная там от крещения и прочего. Так вот, а в те времена, когда была народовласть и вечевая форма управления совершенная, тогда народ был непобедимым. Была очень мощная культура. Представляешь, что, причем, причем детей воспитывала, детей воспитывала культура сама. Понимаешь, не было такой темы, что их посадили, так сидеть в спинке ровно там, 40 минут, потом 10 минут перемена. Была культура, огромная культура. То есть мальчик, он вырастал, ему было уже 2 годика, он уже там за папкой, там, папа, можно я, там, понимаешь, он уже хотел дома строить, но ему не разрешали пока дома строить. И вот он сидел, смотрел там, бегали, не купались, боролись, то есть борьбой занимались. И потом, когда сюда направляли уже, когда пытались эту силу, не смогли эту территорию завоевать, сюда направлялись люди, которые несли религии, то есть разного рода. Было, было чуть-чуть. И они тут, ну, и над ними все смеялись, пытались религиозными способами всякой новой религии здесь привить. И они здесь нигде не прививались. Так вот, и потом все-таки хитростью смогли все-таки они зайти на территорию Руси. Одно из направлений было, это вот эти князья. Это уже начальная стадия рабовладельчества, пирамидальной формы управления, вертикали власти. В те времена еще князья были русичи, там, нормальные были, добрые. Но потом они уже смогли их там уже травить, подменять и потихонечку уже как бы менять структуру. Ну, то есть 1400-х годов началось. Да. Но, но уже княжеская Русь, это уже началась маленькая такая, ну, уже верная деградация системы управления. Это было, когда стало в государство образовываться, вот тогда деградация начиналась. Там уже конкретная деградация пошла. Там деградация и манипуляция начиналась уже конкретно, да. То есть была подмена понятий, сделана для того, чтобы на веру накладывали религию чужеземную. То есть оставляли знания, совмещали праздники, допустим, ну, праздник славянский, на него накладывали христианский праздник. То есть христиане, это та же самая религия протестантская, переделанная для того, чтобы порабощать наш славянский народ. И вот та часть территории, которая была порабощена, она считалась там, где были христианские церкви. Не в обиду будет для людей верующих, это сказано, да. Потому что нужно разбираться во всем, исследовать это. И вот та территория, где было христианство, она считалась порабощенной. И та часть территории стала называться европейской. Потому что вы нигде не найдете, почему именно стало названием Европа. Это не государство, не содружество государств, не отдельный материк, это просто часть территории. И она называется европейской. Именно там был захват и переделка веры в религию. А европейская-то какая? Не в обиду будут сказаны нации, убираем две буквы, еврейская. Этим все сказано. То есть они учили по своим знаниям, они переписали Библию и переделали смыслы. Да, Библия, это же еврейские книги все, начиная от ветхого завета. Были, были, первоисточные, правильно, но пошли переделы. Каждый раз при переписании, так же как и при переписании истории, каждый раз носились новшества, 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 чтобы уводить людей в сторону. Не сразу, если сразу люди заменят, а постепенно. По шажку, по маленькому, уводили, уводили, уводили и увели. Ну когда даже Иисус Христос-то приходил, пришел. Ну да, его сейчас, как бы, непонятно его имя исказили. Будем называть, чтобы народ понимал. Иисус Христос там, пришел, он же сказал, что я пришел. С добром и любовью. К вам, к овцам израилевым. Он эти знания принес именно вот этим фарисеям. Они уже в то время были извращенцами. Перепрошивка мозга была, да, и сделали программу. У нас была совершенная культура. Совершенная. Совершенная культура. Совершенная система управления. Было. И мы можем его восстановить. Совершенная система передачи знаний с помощью волхвов. То есть волхвы ходили между поселениями. Старцы, волхвы. И, смотри, и там, если волхв был некомпетентен или неинтересен детям. Его не пускали. Нет, просто к нему никто не приходил. И в следующее поселение его уже не передавали. Да? То есть сама система передачи знаний, она была совершенной. Совершенная. Военное искусство было совершенным. Все было. И на все это не уходило денег никаких, понимаешь? Не нужно было тратить никакие финансы. Вот даже сейчас, смотри, если вот сейчас даже вот на нашей территории, выдать всем, допустим, по гектару земли, рядом с городами, создать все условия, помочь построить дома. Первоначальная помощь государству. Да, первоначально. Помочь построить дома, туда провести там интернет скоростной, проводной. И, допустим, создать все условия, чтобы люди могли работать. В таких поселениях они могут, допустим, какие-то центры культуры делать посреди вот этого поселения. Есть и создать условия для молодежи, для жизни нормальной. Дать по гектару земли, помочь построить красивые там дома, создать условия прекрасные. Когда человек будет чувствовать, что это его родина. Понимаешь, что вот она родина. И он не должен платить налоги за эту землю. Не так, как у нас сейчас в городах мы там коммуналку платим, за все платим, за это платим. Просто даже за то, что ты живешь в этой, ты все равно платишь в этой клетке. А если люди почувствуют, что это их земля, вот это у его гектар, он создает там прекрасные условия для своих детей. Там озеро выкопает, баньку поставит. Посреди каждого поселения будет какой-то дом творчества, понимаешь, создан. Государство будет помогать всячески. Эта земля не будет облагаться налогом. Продукция, произведенная на родовом поместье, тоже не будет облагаться налогом. Тогда, во-первых, сюда уже сейчас начинают ехать староверы. Родноверы. Староверы, я имею в виду из-за границы. А, из-за границы староверы приезжают, да. Люди уже сами начинают сейчас создавать поселения родовых поместьй. Тяжело это, конечно, но... Тяжело. Но положительный опыт уже есть, уже много поселений создано, прекрасных. Дети там учатся, школы сделаны даже, люди сами создают школы поселения. А я говорю сейчас о другом. Говорю о том, что если государство поможет, земли не будут облагаться налогом, тогда каждый житель Руси почувствует себя хозяином на этой земле. На это уйдет лет, может, 10, 15, 20. Уже новые, может, дети даже родятся на этой земле. И они почувствуют себя хозяевами. Не просто мы какие-то рабы, которые должны рабовладельцам платить деньги за то, что мы живем на этой земле. Налоги на землю, на строение, на второе строение, понимаешь? То есть, когда люди почувствуют себя хозяевами на этой земле, уже даже второе поколение родится, возможно. Тогда, представь, каждый будет за эту землю и просто биться. Он будет там рвать, там дети пойдут, понимаешь? Когда мужчины... Я понимаю все это. Потом женщины возьмут оружие, чтобы, понимаешь, защищать эту родину. Так вот, и тогда не нужно будет содержать огромные армии. Нужно будет содержать маленькую часть профессионалов, которые будут там курировать ядерные кнопки и разработки технологий новые, более совершенные. И вот. А вся Русь, все, допустим, 200 миллионов, это будет армия, которая в любую секунду встанет на защиту. Всего-то население в стране. Я имею в виду к тому моменту, когда они примут закон о родовых поместьях, то есть, возможно, уже будет 200 миллионов. Дай бог, чтобы не выродиться. Да, но если они примут все-таки этот закон, но они, я так думаю, что не примут та власть, которая сейчас есть. Все-таки появится народная власть русская здесь, и будет принят закон о родовых поместьях, и дети будут рождаться, здоровые, расти. Так вот, и тогда, тогда, спустя много лет, когда люди уже родятся в этих поместьях, и вот эти молодые люди, которые вырастут, они будут знать, что это их родина. И тогда им не нужно бабки платить, и они в любую секунду встанут на защиту своей родины. Да. Изучая историю Амурской области в архиве, я видел, что не было никаких войск. Войско было казачье, не было никаких других стратегических. Было казачье войско пешее и конное. Все. И они же сеяли, и они же убирали, и они же все. Они же все, они казаки. Они же крестьяне, они же казаки. И не было полиции никакой. Сами все решали. Сами собирались. Казаки это уже была более такая профессиональная армия. Совершенно правильно, с детства. С детства. Казаки сформировались уже в более поздний период на Руси. Они уже защищали южные рубежи, это когда были постоянные набеги. Здорово, брат. Доброе. Присядешь с нами? Да, присяду, чуть посижу, но хотел ребятам помочь поработать. Это уже была более профессиональная армия. Они сформировались в более поздний период. Они уже защищали конкретно южные рубежи. Это когда были уже постоянные набеги на Русь. Это уже как бы воины, которые именно профессионально уходили туда. Понимаешь? И он уже не просто как раньше были богатыри. Он там землей занимался. А в определенный момент он взял булаву и пошел лупить всех. То есть это было в более ранний период, да, богатыри. Да. А казаки это уже в более поздний период, когда нужно было постоянно защищать южные рубежи. Совершенно правильно. Я беру свежие, что еще помнится. Что помнится. И воспитывались дети, это в семьях. С трех лет садились на коня. Вот у меня есть знакомый, который волк, да, в Краснодарском крае. Обучение проводят в три, семь, девять, одиннадцать. Я вспомнил Михаила Петровича Щетинина, который приезжал к нам сюда, в Приморский края. Он рассказывал, когда он в семье казаков воспитывался. И вот он в три года сел на коня. Да. И говорит, я еду на этом коне. Не, три года еду, сам еду. Ну, я говорит, останавливаюсь, смотрю, а там мальчик сидит внизу на маленьком деревянном коне и качается. А я смотрю сверху, не могу понять, что он там делает. Понимаешь? Ну, правильно. С чем отличались казаки. Три года человеку давалось понятие, что он может управлять животным. И чтобы животное его слушалось, была связь между человеком и животным. У них связь. У них связь. У них была связь. И женщины точно так же наездницы были. Любая женщина русская может любого басурмана научить ездить на коне. Ну да, маленький ребенок уже в основном чувственной сферой. Конечно, связь не прерывается. Он любит этого ребенка. А в школе эта связь нарушается. Туда нельзя, сюда нельзя. 45 минут сиди. 5 побегал, сиди. 10 побегал, сиди. Ограничить у человека. Закупорить у него сразу. Щитиненская школа показатель. И сейчас она не работает. Я вчера звонил, узнавал. До сих пор не работает. Это позор. А чем связано? Почему не закрыли? Щитиненскую школу закрыли... Меркантильность мучает. Чиновники. Это как бы был приказ с Министерства культуры закрыть эту школу. Почему? Во-первых, они воинское искусство изучают, мальчики. Нет. Девочки танцуют. Это не во-первых. Народные танцы. Но это может быть не во-первых. Но у них... Во-вторых, они как бы отошли немножко от христианской церкви. Понимаешь? У них более русские знания. Здесь другое. Здесь другое. Я понял. Из школы выходили русские люди. Духовно стойкие. Они изучали русские традиции, русскую культуру, русское наследие. Выходили не рабы. Выходил человек из школы. О системе человек не нужен. Греф сказал, нам нужны потребители. А теперь с Грефом. Маленький анекдот Грефов. Привет. Ваша система Кабала по сравнению с знаниями истинными славян это футбольный мяч в воротах. И ваша система управления для истинных знаний дырка от бублика. Кто знает истинное знание, его ни в какой блуд не введешь. Он ваш блуд просто будет обходить стороной, не принимать его внимание. И все ваши оферты, они равны нулю. Вот и всё. В систему входит тот, кто в неё верит. Я в эту систему не верю. И вся планетарная жизнь, которая есть на планете Земля, только с твоего согласия. Согласился – участвуешь. Вот тот же пример театра. Согласился быть актёром – участвуешь. С режиссёром – участвуешь. Я не принимаю в этом участие. И у человека должна быть интуиция самосохранения. Должен быть страх только за то, чтобы жить. Но не должно быть страха ни перед чем, кто нарушит его права. Ну да. Права человека – они везде права. И кто нарушает права, за это несёт личную персональную ответственность. И пора бы уже всех подводить под персональную ответственность. Кто подписал документ тот или иной, отвечал бы лично. Понятно, что власть на Руси была перехвачена с помощью вертикали власти, которую установили. Сначала на Руси была вечевая форма управления. То есть каждый главы родов, они собирались и принимали решения на вече. Так вот, как вот сейчас нам вернуть эту систему управления? Четинь Михаил Петрович. Да, я когда с ним лично разговаривал, тэт на тэт, потом ещё была небольшая группа, он мне показывал по части власти. Вот он, не знаю, как сейчас, на тот момент он привёл одного парня. Он говорит, ну там человек-девик нас был, он говорит, вот этого человека мы образно готовим на президента. Он говорит, обучаем его, как он себя должен вести, как он должен думать. Но он будет как бы замаскирован, он должен пройти по всем стопам власти и прийти кверху. И вот таких они одного обучали на президента готовили, одного на министра финансов готовили, одного на министра культуры готовили. Я не знаю, что сейчас с ними, но он их готовил. Но это было лет 20 назад. Не знаю, что сейчас с ними. Вот ты говоришь, как власть перехватить. Вот если на этих людей выйти, или таких людей подготовить, и чтобы они прошли, но они должны быть до определённого момента замаскированы, быть своими среди них. Когда они что-то выйдут, они друг друга узнают, их уже получится ячейка, и тогда им уже ничего не страшно. Они смогут создать свою систему. Параллельную систему, которая заменит эту. Прежде чем уничтожить систему, нужно создать другую. Ты пойми, что у них система своя, которая, когда ты поднимаешься во власть, уже на уровне губернаторов, у тебя становятся такие вещи, ритуалы, такие вещи. Я знаю. Ты человеком не будешь. Нелюдь. Тебя подписывают на то, чтобы ты не включил заднюю скорость. Поэтому ты не сможешь пройти туда. И не надо туда проходить. Вот я не знаю. Михаил Петрович-то готовил их, он же не до человека. Не глупый человек был. Вот я расскажу один момент. Вот идем мы с ним втроем. Идет Полунин, да, такой был, я не знаю. Может, знаешь, ты не знаешь, он тренировал горышников, казачий спас, всякая такая тема. Идет, вот он идет, Михаил Петрович и я иду. Ну, Полунин рассказывал. Вот я там с рода казаков, у нас там были. Говорит, знаешь, как мы раньше разведку проводили? Мы, говорит, могли отделять часть своего сознания? Нет. Отделяешь часть своего сознания, внедряешь сокола, сокола поднимаешь и сверху через его глаза смотришь. Он ему рассказывает, Михаил Петрович, Михаил Петрович, что ты такой, что-то на меня так посмотришь. Ну, я так и думаю, что я тут, дышка? Да нет. Ой, извиняй за жжение. Он только на меня посмотрел, говорит, где-то, говорит, мой сокол пропал. А тот ему дальше про сокола рассказывает. Слышу там, над ним, голову поднимал. А вот он, мой сокол появился. Тот не понимает. Дальше он про сокола рассказал. Он говорит, а когда, говорит, надо было, наши предки могли там вызвать грозу, штормы, это там войско залить там, чтобы чередички не мешать. Михаил Петрович такой, где там моя точка? Нет, мы идем, вот такая вот пасмурная погода, он такой, что-то солнышка нет. А тут ему дальше рассказывать. Ну, мы идем, проходит минуты три там на всей школе такой пятак солнечного неба голубого, понимаешь? А тут так и не понял. А он ему рассказывал, а он ему показывал, понимаешь? Ну, а я со стороны думаю, кто я такой вмешивался? Поэтому, если он готовил людей, наверное, не просто так, а было какими-то знаниями. Ну, я думаю, может быть, я ошибаюсь. Нет, ты не ошибаюсь. Ты говоришь правильно. Это управление мыслеформой. Ну, да. Это энергия. В «Марском крае» когда принимали Михаила Петровича Тиньона, там 40 человек с ним приезжало. Мы потом вдвоем вышли с Михаилом Петровичем. А я фильмами занимался, ну, фильм потом сделал по этой переде. Он говорит, ну, как сделать этот фильм, какие пожелания? Он говорит, нужно сделать так, чтобы никто ничего не понял. И вот этот разговор, ты же атаку некоторую информацию брать, ты знаешь. Я, причем, я эту информацию, я понял, о чем он говорил, я эту информацию просто в духовном плане. Себе взял. То есть, я даже на мозг, вот сейчас не могу передать, что он имел в виду, я как бы тогда это понял. У тебя там записалось. Я как бы... И он, когда мы с ним разговариваем, он так смотрит в глаза, понимаешь? И такой идет поток энергии, то есть, он смотрит, а он разговаривает не с тобой. Он разговаривает с твоим родом, он разговаривает как с тобой, как с представителем твоего рода. То есть, с твоим отцом, дедом, прадедом, пра-пра-пра-пра-пра-пра. И этого человека создал сам Бог, то есть основатель твоего рода сам род, понимаешь? И он разговаривает с тобой как представителем рода, как с самим родом. И ты такую энергию, я когда с ним поговорил, у меня несколько месяцев прям энергия. Это и есть, светлые люди, несущие добро. Школа Щетинина, конечно, она жива. Слушай, вот ее всеми надо восстановить, всеми способами, как это сделать. Всеми силами. Ученики школы Щетинина, сейчас они создали добрую школу, сейчас они в поселениях родовых поместьй выступают, готовят детей в поселениях. Сейчас многие дети начинают преподавать в поселениях со школы Щетинина, и дело Щетинина, оно все равно будет. Естественно, он оставил после себя те аккумуляторы, которые теперь должны саккумулировать и стать создателями этих школ. Вот что он сделал. На поместьях. Совершенно правильно. Знаешь что, надо помогать поместья создавать. Да, и дети эти будут дальше. Вот это то самое семя, образно про которое я говорил, которое мы посеем, и через поколение оно возродится и будет уже давать следующие посевы. Вячеслав, ты не зря вот приехал, все с вами пришел. Понимаешь? Да я приехал и помочь. Понимаешь? Думаю, обещал. Дом строить помогать. Дом творчества помогает. Ну я, в принципе, помогаю. Николай, это не случайность. Не, ну, наверное, затянуло место. Да я что, пошел переодеваться, но пойду поработать. Вячеслав, это закономерность. Я, блин, всю жизнь мечтаю где-нибудь герб Советского Союза, найти и приклеить машину. Ты плохо мечтал, ты не довел свою мечту до реализации. Ты научись воплощать, научись быть творцом. Подумал, сделал, подумал, сделал. Слав, а ты что думаешь по системе, вот, как нам вернуть власть народу на данный момент? Политику я пытался несколько раз влазить, и я понял, что я там ничего не понимаю. Я подхожу, если с политиком общаешься, чувствую по интуиции можно, я с ним общаюсь. Чувствовал красивые слова, говорит, но лажа идет на интуицию. Я просто разворачиваюсь и хожу, потому что я не знаю, как с ним разговаривать. Но я помню, ты в родной партии там несколько тысяч подписей собрал, там один. Я по Владивостоку собирал, отправлял, так у меня потом телефон на прошлушке года три был. Я прям напрямую Путину отсылал. Это когда самое-самое первое, только-только первое читательский клуб не было. Клубы только были, мы года три собирали, а потом они мне отправили туда. Надо народу взять власть в руки, а не возвращать ее, понимаешь? Вот я, как к чему, вот Михаил Петрович, я об этом думал. Но потом, когда Михаил Петрович вот это вот мне рассказал, когда я с ним общался, про этих людей, которых он готовит, он не всех показывал несколько лет. Там была целая команда, как он объяснял. И меня вот это, внутри у меня успокоилось, что это будет. Я поэтому успокоился, потому что я применить в этом, ну не могу, я не могу нырять вот так в середине. Так что там надо вот так вот быть, чтобы с ними общаться с этими. Я не могу, я не такой человек. Поэтому я как бы, ну я что могу там. Хочешь прийти в школу? Хочешь научиться? Надо кого-то привезти. Это простое. Он помогал баню мне на поместье строить. Он быстро очень, понимаешь? Ой, не ажиотаж, а... Ты большая. Да. Я вижу, что надо делать наперёд. У меня плана в голове нет, у меня весь план всегда в голове. Я дома три года строил, у меня план, я в одного строил, у меня план был весь в голове. У меня большая скорость. Люди сейчас видят вот, вот. Он идёт, он не смотрит туда, он смотрит вот сюда. Он не может поднять голову, посмотреть, что будет завтра, послезавтра. Он вот сюда смотрит. Народ должен осознать, что он власть. Вот они в Хабаровске говорят, мы власть. Дайте нам нового губернатора или верните старого. Ребята, фильм Чапаева. Где должен быть командир впереди? Убили командира, что? Новый встаёт, помощник. Нового, который народ выбирает. То есть, вы сами власть. Вы поймите, что вы власть. И от вас всё зависит. Они говорят, дайте нам новую власть. Ну, пойми, что тот, кто стоял во главе, он всего лишь был управленец, он не власть. Власть народ. Сам народ власть. Ждёт управленца. Но губернатора-то они выбрали? Выбрали. Ну, представляешь, вот бой. Всё познаётся в сравнении. Вот бой. Командира ранили. Взяли в плен. Что, часть надо убить всю? В плен взять? Без командира, да? Можно сейчас выбрать нового губернатора. Кто запрещает? Народные сходы. Вечевые сходы. Это и есть народные сходы. Вечи – это сборище народа. Где народ собирается, вот, все вместе решили, предложили или назвался кто-то, или решили, выбрали человека достойного, который прошёл весь путь, как раньше в советских предприятиях, от рабочего до директора. А это о чём? Который знает. Это говорит о том, что надо упор делать не детей сейчас. Да, я и говорю на семя. Они сейчас делают упор на развращение наших детей. Совершенно правильно. Поэтому, чтобы власть сменилась, надо вот сейчас… У Коля есть дети, он их должен воспитывать в таком духе. Таком духе. Я согласен. Понятие, чтобы не врали, не это, но в то же время, чтобы он не врал… На совести. На совести. Чтобы он и не попадал в эти ловушки тех людей, которые вы. Совершенно правильно. Понимаешь? Вот таких вот асов надо выращивать. И когда они подрастут уже, их много будет, тогда они уже выйдут. Они уже избирать будут сами, из себя, из своей среды. А сейчас пока среды, из которой избирать мало. Вроде человек хороший, его избрали. Но он когда попадает в ту мясорубку, в их образы, и не каждый человек силой воли выдерживает этот образ, который они ему рисуют. Он ломается. Поэтому я и ничего не имею даже понятия. То есть, если я разобрал эту систему по винтикам. Это гнилая система, состоящая из нас. Не из нас, а из подобных, да? Которые за деньги продаются, за положение. Все. Вот ты говорил про Родину. У нас за Родину. Мой вот дедушка, твой дедушка, твой, да? Что, им деньги платили на войне? Да никто ничего не платил. Никто не платил. Может быть, нашим предкам за это деньги платили, что они Родину отстаивали? Почему наши советские воины били всех и везде? Потому что они за Родину переживали. А не за деньги. Не за те 7 рублей, которые нам платили. Понимаешь? Мы за совесть, а не за деньги. Почему американцы проигрывают? Потому что они за деньги, а мы за совесть. Почему русские на минах подрывались, гранатами взрывались? Потому что они за страх, а за совесть. Ну, а не за детей, за своих. Да? За матерей. Совершенно правильно. Совершенно правильно. В то время они не платили налоги за совесть. Нету. А нам сейчас уже вели налоги. Это идиотизм полный. На своей земле ты просишь у какого-то чиновника, назначенца, дай мне землю. А кто он? Еще дай мне разрешение построиться на этой земле. Вот смотри, я теперь раскладываю очень просто все. Это моя мысль, и я ее просто раскладываю. Семья 10 человек. Скопила за год, она миллион. Два члена семьи говорят, мы на этот миллион купим хороший джип. 8 человек говорят, нет, мы построим новый дом. Что семья будет строить? Дом. Дом. А вот теперь аналогия. Выбирают губернатора, проголосовало за него 20%. Ну и что, он действующий? Конституция, которая 1993 года, за нее проголосовала 30%. Она действующая. Люди, где ваше сознание? Вы когда будете думать головой? Да тут не в этом просто. В этом. Навязывают чужое. Ну понятно. И люди в это верят. Они нельзя в это верить. Они не верят. Они просто перестали ходить. Почему? Потому что когда был Ельцин, народ стали обманывать. Как? Голосовали за развал Советского Союза, за сохранение. 80% населения проголосовало за сохранение. Потом второй раз кинули, потом третий. И у народа уже выстроились. Какого хера мы туда пойдем, если нас не спрашивают? А теперь? Ну вот сейчас, если все проголосуют за возврат Советского Союза, его возвратят. Если люди захотят, 80%. Ну в 90-е годы же захотели. Если сейчас все белорусы захотят вернуться в Советский Союз и объединиться с Россией. Все белорусы. И мы все русские, ну, согласимся с ними. Ну что, не объединимся? Да какая нам разница будет, что там власти скажут или что они думают? Подожди. Если, смотри. Подожди. Если кто-то из властей будет противиться этому, он сразу потеряет свой рейтинг. То есть власть, она все равно смотрит на мнение народа. Почему правильно говорят, что рыба гнет с головы? Гнет с головы. Но еще говорят, что народ достоин своего как бы правителя. Понимаешь, это две взаимоисключающие вообще мысли. Правителя. Какой у народа может быть правитель? Вот именно. Две взаимоисключающие мысли, во-первых. А во-вторых, как бы, они обе лживые. Я сейчас вот сижу, Коля. Еще есть третье интересное. Анастасия как сказал? Как вы думаете, какой образ рисуете на правителя? Таким он и становится. Таким и становится. Правильно. Может коллективный образ на него рисовать? Другой. Естественно. Для этого нужно само сознание народа поднимать. Народу можно образнуться. Нужны образники, кто образами обладает. Совершенно правильно. Народ, который скажет, что у нас не должно быть выше 5G на нашей территории, которая облучает детей. У нас не должно быть в школах вот эти храмы, которые рентген проходят два раза в день. А знаешь где такое? За Архангельском туда попинили. Я не видел. Они отказались от всех вышек и запретили там ставить сотовые вышки. Можем позвонить. И у них нет сотовых вышек. Можем позвонить сейчас узнать. У них на руководящих должностях только люди, выходцы из их народа. Это вот от Архангельского километров 800. Это про которых Сидоров описывал. Это хорошо. Это хорошо. Это хорошо. Ни вышек нету ничего. И они пришлых в управление никого не пускают. Они живут там хорошо. Вот смотри, слово пришлый и пошлый. Да? Вот просто чтобы понимали. Пришлый пришел и ушел. Пришел, своровал, распродал и ушел. Это пришлый. А пошлый? В нашем сознании слово пошлый это плохо. Плохо пошлый, обматерил и плохо. Да? А пошлый пришел, влился с коллективом народа и стал жить. И пошел вместе с народом. Вот он и стал пошлым. А теперь пошлый подменили и стал каким нехорошим. То есть все хорошие понятия подменили. Конечно. Власть. Ты вот сейчас говоришь власть, власть, власть. Что такое власть? Это народ. Прежде всего надо говорить власть это народ. И понимать, что власть народ. И не надо говорить, что власть это президент, власть это правительство. Это управленцы. Поймите, что это управленцы, которым мы дали полномочия. Как дали, так и забрали. Слуги народа. Как дали полномочия, так же отозвали. Ну что, вам трудно сейчас, хабаровчане, отозвать своих всех? Отзовите их назад и примите своих, туда отправьте новых, народных, и пусть они принимают решения. А вы здесь на месте выбирайте сами своего человека, которому доверяете. Опять же, повторюсь, Новгород, 1395-1405 год, 10 лет. 52 князя сменили народным вечером на площади. Какие вопросы, какие проблемы? Сам народ себе власть, народ власть. Не надо думать, что власть правительства, власть народ. Вот то самое ты говоришь, что люди перестали верить на выборах, да? Вот тут информация положена на подсознание. Это то самое, чего мы не знаем, да? Информацию сознания с экрана и на подсознание. Несколько раз продиктовать ее, да? И всем подсознание изменили. Ходите, не ходите, все равно сделаем так, как надо, да? И люди перестали в это верить. А что нужно сделать? Убрать тайное и сделать явным. Выборы. Пришел Иванов за Петрова. Пришел Сидоров за Петрова. Пришел там другой за другого, да? И сразу видно, кто за кого. А потом раз и спрашивают. А почему ты за него голосовал? А потому что он мне денег дал. О, парень, так ты купленный. Какие у тебя интересы? Сразу понятно. У тебя дачка появилась. У тебя деньги появились. У тебя машина. Откуда? И как отношение народа будет к такому? Отношение нужно. Ты хочешь, чтобы вот эту информацию об них от всех открывали. Конечно. Тогда должен какой-то быть независимый народный орган, который должен все это отслеживать. Если губернатор... А это сам народ. Он должен высвечить и по телевидению здесь все это повещать. Интернет. Интернет. Это большое пространство. Любой может снять за телефон, снять видео, возить в YouTube. Снизу проголосовали лайками и все. Миллион просмотров. Я еще раз говорю, Караулов. Памятник бы поставить. Интернет голосования. Все. Голосование должно быть открытым всегда. Открытым. Никакого... Где тайна? Что это за тайное голосование? Мы собрались. Значит, сейчас даже мы в родной парке. Собрались, тайное голосование кинули бумажки. Кто-то посчитал. Кто-то посчитал. Понимаешь? А кто-то может считать. Смотри. Это тайное голосование. Представь в масштабах страны. Мухлеж. Мухлеж. Я знаю, открыто. Открытое голосование. Причем нужно, можно проконтролировать независимо, кто за кого проголосовал. То есть это должно быть открыто. Открыто. Все открыто. Тогда только можно будет реально власть выбрать. Совесть. Честь не продается. Поэтому все в открытую должно быть. Причем не только голосование. Все финансовые движения должны быть открытыми. Они сейчас открыты. Они сейчас открыты. Портал Госуслуг. Кто-нибудь смотрит. Все движения средств, которые проходят бюджетно, все там. А куда они растворились? Кто-то проверил. Где народный контроль? Нету. Проверьте. Там все. Там на дороге столько. На школы столько. Где эти деньги? Куда ушли? Кто-то проверял? Сейчас все открыто, но никто не проверяет. Там все движения. И если, не дай бог, чиновник получил, а по факту их нету, ну что ж, тогда вместо тебе Канар другое место. Все открыто, пожалуйста. Но нам нужно сделать, чтобы у нас не было правительства, а было народное управление. Народное, не правители, не назначенцы, а лично народ должен сам отвечать. С нас сняли ответственность. И мы стали безответственными, безнравственными. А нужно вернуть ответственность, чтобы каждый за себя отвечал. Надо с детства приучать ответственность, а нас с детства приучают быть подчиненными. Причем у чиновников, как у слуг народа, у них должна быть ответственность без срока давности. Совершенно правильно. Совершенно правильно. Беспредел. На самом деле, вот эти слуги народа, они должны в первую очередь отвечать. Без всякого срока давности. Если он не ответил, умер нечаянно То тогда дети его должны Родственники, которые По крайней мере, эти деньги, которые наворовали Их нужно обязательно вернуть И сейчас народ вправе затребовать Чтобы все деньги вернулись Либо этим людям будет очень суровое наказание Пусть выбирают За границей их никто не жрет Они здесь живут и здесь жируют Поэтому люди должны понять, что все, что есть Это их народное Это народное средство Народные деньги И не надо говорить, что это личное, частное За честный труд никто не сможет построить хоромы На государственные службы Вот с этой массой, я сомневаюсь, что с этой массой Которая сейчас есть Это население Поэтому надо упор опять на детей делать На своих детей И таких детей собирать в общие лагеря И проводить такие беседы Чтобы они больше с собой контактировали Чтобы они развивались Подобное должно притягивать подобное Значит надо больше поселений делать Упор делать на поселения Больше лагерей каких-то детских, летних делать Это все от родителей От родителей Вот такие люди, как ты, как Коля Будут выступать перед ними Но в игровой какой-то форме В интересной Придумать какие-то игры Про власть избирательскую Еще что-то Чтобы они действием это чувствовали Видели и ответственность рождалась Вот смотри Теперь живой пример Вот у меня сын Ему было лет 14 Я первый раз взял на депутатское совещание Чтобы он побыл, посмотрел Любой человек может прийти на отчетное депутатское В конце года Где там бюджет, финансы Любой житель может прийти Вот ваша находка Любой приходит и слушает А там куда средства пошли Сколько пошло, на что пошло и как У нас, допустим, поселение Я сразу сказал На двух бывших мэров Поселения, глав администрации В год уходит к пенсии 640 тысяч По 320 скажем Это в сельском В районном больше В областном еще больше Чтобы вы понимали, да? А я спрашиваю Я спрашиваю вопрос А что эти главы Сделали лучше, чем простые Колхозники, доярки, крестьянки Что именно? Имея при этом два выхода И большую заработную плату Что они сделали лучше Чтобы мы лучше жили За что им платят деньги? Эти деньги перенаправить Обратно в поселение И пусть поселение Эти деньги распределяет Люди на собрания Распределяют, куда девать И составка бюджета Вот даже в нынешних условиях Приходите На все собрания И диктуйте свои условия Потому что вы власть Вы даете направление Сделать озеро, дороги, пруд, сад Школу новую построить Вы дали полномочия депутатам Вы с них и спрашиваете И пришли и сказали Нам нужно то-то, то-то, то-то Депутаты записали Все, депутаты законодательные Мы орган права Люди, источники права Мы даем депутатам полномочия Мы им передали Теперь вы, депутаты Приняли полномочия Неситесь в администрацию И пусть администрация Как исполнительный орган Исполняет это Требовать Если не выполнили, требовать с них А если уж не исполнили Тогда уже привлекать к уголовной А если уж и растрата Тем более к уголовной Сейчас все платежи проходят Они прозрачные Можешь прийти И, пожалуйста, люди Вас заинтересовал вопрос Где средства? Было средства на, допустим Средства школы, а школы нет Наняли аудиторский Приехали аудиторы в районную бухгалтерию И вместе с вами При вас Вот тут-то выбрали одного человека Смотрящего, который бы ходил с аудитором И смотрел И проверял Провели и сказали Товарищ Шишкин украл 10 миллионов И построил себе Где-то там в Краснодаре Купил участок и построил себе дом Ну что Шишкин? Едь за шишками и влезь теперь А чтобы люди теперь понимали Правильно мыслили Вот наши предки сказали вчера так Изучайте буквицу Там все ответы Нашу славянскую буквицу Многообразную Не надо мыслить дуально В двух направлениях Опять же это идет упор Опять же возвращаемся к детям Да? Ну все вопросы, которые вы говорите Возвращаются к воспитанию детей Да, еще раз Очень повторяю убедительно То есть если сейчас вот начать делать упор на поколение Только минимум через 20 лет На самом деле это быстро Это быстро Власти изменят Пока упор на детей не сделаешь Вот это не вложишь в семя Не воспитаешь Совершенно правильно Ну будет болото Молодец, Щитинин Молодец Поэтому вот видишь Они уже пошли по поселениям Школу продвигать Правильно А организованных поселений не везде Еще Щитинина нету А последники есть И дай бог Не посредники Последующие Последники Не везде есть почва На которую он сейчас может А почву могут они сами Могут сами создавать С помощью нас С вами Вот не хочешь ты водить своего ребенка Я не хочу Он не хочет Собрались вместе Ребята, создаем свою школу Закон? Есть Открытые ворота для этого Создали Деньги с бюджета Депутатам Тихо Депутатам Граждан по поводу создания Опять же Все это открыто Депутаты Делаем что-то Граждан по поводу этого 25 подписей подписали Выделите нам здание Не надо выделить Постройте Ну на первое время Выделите На второй момент Стройте новое По этим параметрам Чтобы был Стадион Из-за чего Щитинина Так сказать Там прижали Да Чтобы был стадион Бассейн Чтобы школа набралась Надо минимум человек 50-100 набрать Смотри А теперь вопрос Кто хочет видеть В своем ребенка Не дебила Не деградирована А чтобы его ребенок Смог свободно Сам решать все вопросы В 18 лет Ты хочешь видеть ребенка Нет Ну конечно хочу Я хочу Он хочет Школу Щитинина пытались сделать Не пошла Пытались Не пошла Пытались В чем причина В том Кто пытался организовать Или Ну если допустим Представитель Щитинина Школы будет То он организует Там-то не было представителя Щитинина Там она На фонции Сказала Я это сделаю Щитинин посмотрел Сказал Ты это не сделаешь Вот Она Нет я сделаю Нет не сделаешь Нет я сделаю Нет не сделаешь В итоге Время показало Время показало Да Время показало Свет отрубали У нее мотивация Знаешь почему Не получилось Мотивация Она же свет не платила В первую очередь Тот создает Школу У него должна быть Мотивация Правильная У Михаила Петровича Была мотивация Он всю жизнь Я когда с ним разговаривал Я когда с ним разговаривал Один на один сидел Он такой сел Мне рассказывал Про школу А потом заплакал Не говорит Он заплакал И говорит Вот у меня здоровье Так плохо было Я понял что я как бы умираю А я понял что я дело не доделал И школу не доделал Я так стал Богу молиться Боженька Мне нужна жизнь Мне нужно здоровье Для того Не для себя Чтобы я жил Вот он говорит А мне нужно Чтоб я этих детей Вот эти семена Эти зерна Поднял Дай мне еще Он вот так выпрашивал И вот так должен Тот ту школу организовывать А у нас Почему школа не получилась Я приехал Со съезда Партии родной С первой Самары Я же И тут мне приходят И говорят О у нас школа И я там как этот А я был Начальником Деревья радиологии У меня как раз Там была возможность Списывать старую мебель Я туда там В эту школу И партии И химический кабинет И тогда еще полковником Майором И эти чашки пиз Короче все что можно было И строил там все И жил Потом думаю Ну что не так Вроде она приходит Рассказывает Дети Она уходит А дети как лицемеры Понимаешь Совершенно другое идет При ней все вот такие Она уходит вот такие Подобная притягивает подобная А потом понял А потом я когда с ней ездил Она когда с мамой поговорила Ложит трубку Такая поворачивается ко мне И говорит Я все равно докажу Этой маме Что я сделаю эту школу Я докажу этой маме Она школу не для детей делает А для того Чтобы маме доказать Принцип 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 Доказать маме Она детей Вот эти святые души Использует В своих корыстных целях А доказать маме Это гордыня Может она себе хочет доказать В любом случае Поцел энергии другой Он просил Господи Дай мне жизнь Не для меня Я думаю Он не говорил Господи Он мне так говорил Я с ним тет на тет Он не господи Он Бога просил Бога Он общался на равных Он прям вот со слезами Я просил Я просто говорю Господи У Бога просил Я у Бога просил Дай мне эту жизнь Не для меня Я понимаю Что я свою жизнь прожил Я все получил Но дай мне возможность Вот этого дела поднять Чтоб вот на твой уровень Вывести их Чтоб они понимали Вот эти божественные призмы Он для них Божественный призм Знаешь какой Он очень простой На радость всем Вот у меня когда стих приходил Как там На радость всем Я все создал И вам любимый отдал Воздух он создал Он кому отдал Тебе любимому и тебе любимому Землю, воду он создал Он все это нам любимому отдал Понимаешь? И вот у Щетинина он в этот принцип включился И ему пошел божественный поток А это какое? Я докажу! Гордыня! Гордыня! Я докажу! Для своей гордыни используют вот эти чистые души Которые на радость пришли Из-за этого не получил из школы А ты вот как думаешь, что было особенно в школе Щетинина? Особенно в школе Щетинина было Это именно то, что Щетинину удалось Это по моему субъективному мнению Раскрыть вот это вот Поднять и вывести из тела Из сознания вот эту душу Которая вышла на поверхность Вот это божественное Дух Не обязательно русский Он у всех есть Он поднял вот эту душу Дух, который вот эта часть божественная Вывести наружу И чтоб жить вот этим Чтоб вот это жило А не оболочка жила Он просто так ее Не за конфетку Не за то, что ты с ней дружил А на, я врубился А когда оно душа передает Душа всегда Душа хлоп Срезонировала Крутанулась Прямой поток информации Передался Да, совершенно правильно Хлоп руслел Да И он вот этот годовой цикл Он схватывает Вот это главное было Три года он сократил И он дал людям не тратить много времени Они там душой божественным общались Он экономил Совершенно правильно Слав Он научил людей экономить свое время Дорожить этим временем Уважать друг друга И вот там был принцип В первую очередь проявлять божественный принцип А потом все остальное идет Смотри И там вот тот самый принцип На радость всем На радость всем Смотри Вот там был заложен тот самый принцип Который монах писал на стене И который не дописал Не монах, а этот Жрец Жрец Ты понял эту мысль? Я понял Я ее сразу Как только книжку прочитал Сразу уехал Подожди, что там не дописал? Ну, скажешь А я ему говорил Два дня назад Слушай, Коля Я сюда приехал Я здесь дышу, как живу Живу, как дышу Понимаешь? Вот это все едино Нужно кушать, как дышать Да, вот это все единство К знаниям тоже самое относится К знаниям также надо относиться К тебе также относиться Относиться ко всему С любовью и добром Понимаешь? Вот ты пришел к человеку С любовью и добром Он сидит хмурый Ты ему объяснил Подарил частичку любви добра Он раз зажегся Пошел, другого зажег А проехал какой-то один нехороший Подрезал тебя Ты занервничал Домой там с кому сорвал Еще что-то Понимаешь? Энергия Энергия какая Переходит добро к добру Поэтому нам нужно Добро, добро Добро, добро Интересно было осознание Почему на Руси было вече Вот есть же такой принцип Да, что вверху, то и внизу Конечно И мне когда объясняли Что такое вселенская тьма Ну типа говорят Мы выдумали Мы тебе объясним Ну ладно А потом показывали Ну на моем выступ Некому тупому Я как-то пришел К одному священнику Не надо называть И оскорблять тупым Я не к этому Я говорю Что у меня один раз Был такой момент Я еще до Анастасии Пытался изучать Что такое христианство Не христианство А пытался изучить Понять, что такое Ну и у меня явление Богородицы было То есть меня там Затянуло Там такие вещи Которые допустим Иду по городу Головой в стекло Ударяю Стекло нет И я пройти не могу Не пью, не курю Что за фигня Они меня церковь зовут И мне священник сказал Говорит, смотри Ну тебе явилась Богородица Ты не думаешь Что ты такой святой Да такой В такой степени Тупой Что тебе по-другому Не объяснишь Вот мне на таком уровне Объясняли Как веча была У нас здесь сделана Вот мне показывают Вот смотри Вытаскивают Мое сознание И показывают Вот одно сознание Да, Чик Появилось И оно Оно чувствует Энергии Они живые Каждый человек У него есть Главенствующая энергия Представитель какой-то энергии Ну она больше прям вот Тебе такая А мне такая Приоритет И вот он чувствует их И вот он говорит им Я так понял Что это вот сознание Бога было Он говорит Слушайте Что-то вот как-то Мне хочется для вас Кайф сделать Вот мне хочется Чтобы всем хорошо На радость было Они, да И что-то так Остановились Ну я хочу для вас Ну давай Вы со мной Готовы поделитесь Они ему эту всю энергию Чик Он так себя Хлоп Создал И потом Создал совместное Творение Создал совместное А потом что пошло В принципе На радость Всем должен был Существовать Вот идет вот этот круг Вот мы все стоим По кругу Вот ему кайфово Он сюда дал луч В любви солнце А ты такой разворачиваешь О мне как чел Как колян Да я тебе На такой тебе Ты смотри Вот вторая цепочка Тебя как торм Ты разворачиваем На тебе И вот оно пошло По кругу Понимаешь И вот эта энергия Она ходит по кругу Каждый ее Перерабатывает Утончает Она как спираль Спираль Она идет по кругу Идет идет Это именно Та сама спираль Она развивает Развитие Развивает И в оконцовке Она развивает Вот эту центральную точку Надо всем И всех А потом что получилось Пришел Нечисто Он что сделал Ему дали энергию Ох как классно И не поделился Я тебе не дам И замкнул Связь Хлоп Оборвалась Хлоп Оборвалась И всем стало Не хватать энергии Бедвиз Понимаешь И появились эти вампиры Всякая фигня Это все обрушит Так вот вечер Это и есть принцип Вот один какой-то Там волк Еще создается Вот этот круг И они решают Это все решают И выводят Все это на одного Коллективно Коллективно Выводится Это все И они нарада 7 Они выводят Вот эти законы Вот почему у нас сейчас Не работают У нас правительство Старается Не для народа Делать для себя Какие-то законы Как ты говоришь Ну я уйду на пенсию Чтобы не трогали Он в принципе Нарада 7 не делает Это люминаты создали Такое для управления Это правительство Они всего лишь Ну нету Нарада 7 Понимаешь И не будет Закон должен быть Нарада 7 делать Вот ты маленечко Попозже пришел Нет нет Смотри Вот то что Вчера я общался С дольменами С Татьяной С кем? С Татьяной Ну выходил на дольменов С такой дольменов Завраженный Она здесь вчера была? Нет я был у нее вчера И позавчера Вот И тот самый вопрос Что такое политика А не политика Начала существовать Тогда Когда появились правители У русских Никогда не было политики И не было правителей Я говорю Ну значит и бизнес Это тоже не наше чужое Да Бизнес это тоже чужое Поэтому политика И бизнес К русским Отношения Не имеет Да даже Слово бизнес У русской души Вызывает Отвержение Потому что оно непонятно А теперь А теперь Я всегда задаю вопрос Вы товарищи бизнесмены Объясните пожалуйста Вас родили Ваши родители Вложили в вас Количество средств Времени Любви Доброты А вот они Когда нибудь думали Или нет Выгодны ли вы будете Для народа Или не выгодны Вопрос Ну по теме бизнеса Бизнес же считает Выгодно или не выгодно Да А вот теперь К вам такой вопрос Вы для народа Выгодны Нет Они для народа Не выгодны Потому что они только А зачем они нужны Тогда нам Ну смотри Какой грамотный выход Сделала Анастасия Она взяла Вот это вот смотри Это число Проявленный механизм Зла Загласен бизнес Потому что Мотивация у них Корость Корость Но смотри Меркантильность 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 Если ты начнешь Вот это разрушать Вот эту вот систему Ихнюю Меру устроиться Система бизнес Ты что Ты станешь Таким же злым И негативным Совершенно правильно Но Анастасия Она что сделала Развернула энергию Она развернула Она взяла Вот эту тележку Я знаю Напрягла в нее Вот этих бизнесменов Зло И сказала И поехали Посадила сюда добро И сказала Бизнесмены С чистыми помыслами Сперва должны родиться Совершенно правильно То есть она это зло Перенаправила А не с чистыми помыслами Чтобы они заработали И помогли людям На поселениях Смотри как она Зло повернула Правильно Грамотно Грамотно На помощь Вот таким Поэтому А помнишь как-то Она сказала Мигре Мигре Почему не получается Она говорит Да не получается Потому что ты ход событий нарушил Так вот сейчас Сперва нужно было Написать книгу Ну да Сейчас надо Надо работать С бизнесменами Чтобы у них Получилась мотивация Сейчас На поместье На поместье Помогать Вот этому Первое На добрые помыслы Первое что сейчас Иначе будет нарушение Хода событий Сейчас первое Что нужно запустить Это мысли Мысли Ну я и говорю И эти мысли Привозить в формы Да А уже потом Будут последствия Вот возьмем Вот Колян Выполняет Свой предназначение Бизнесмену Он у него вроде Как бы Ну можно сказать Маленький бизнес Свой такой Чем он на жизнь Но он Это использует Это же благо При этом же Использует Потом смотри Фамилия какая Па Дей Па Что такое Защита Дей Действия Что он делает Он фильмами Действия Защиту Помогает Людей Как то там Одного депутата Через фильмы Нахлобучил Он соответствует Смотри Программу рода Выполняет Да И бизнес В тележку Добра Бизнес В тележку Добра Запрек Совершенно Правильно Так вот надо Как то делать так Мотивировать Всех остальных Бизнесменов Вот в такую тележку Добра Запрек С 90-х годов Бизнесмен Зло Использовало Добро Всех добрых Умных Людей Совершенно Правильно Потому что Он Основатель Он основная Энергия Которая Это организовал Так вот Эту основную Энергию Надо мотивировать Чтоб она Вот эти средства Зарабатывала И в добро Вкладывала А он получается На себя тянет На канары На хренары Совершенно правильно А надо Чтоб у него Был интерес Развивать Допустим Поселение Здесь развивать Какие-то теплицы Здесь развивать Строительство домов Чтоб он сюда В бухев Надо этих детей И вот учеников Учеников Приглашать на обучение И ставить Чтобы приглашать на обучение Надо подвести базу Чтоб подвести базу Несколько вариантов Или создавать Поселения Большие Куда их уже привезти Чтоб у них был Какой-то домик Чтоб он приехал У него был домик Он мог уже обучать Пока вот допустим У нас здесь нет Можно другой вариант сделать Можно в городе сделать Или в пригороде Но путем Который он обозначил Выходить на будь депутат Уходить из города Уходить из города Ну в пригороде сделать Но если ты уходишь На природе Как городские люди Будут ездить В пригороде сделать На природе А как в щетининской школе живут Они же строили и жили Что для них хуже было Они наоборот Сильнее становились Смотри Если ты будешь делать Отрезанный от города То ты уже не сможешь Привлечь городские средства Почему? Ну потому что депутаты Они для в городе Где у нас там Подожди секундочку Подожди секундочку В школе щетинин Она без господдержки Существовала несколько лет Несколько лет Уже потом Родители сами помогали Родители помогали Изначально она была создана При Советском Союзе Изначально государство Уваживало Если первоочередные Первоочередные Да Они уже сами строили Сами дети И родители помогали Да Но сейчас ты здесь у нас Не замотивируешь А теперь смотри Если ты говоришь Смотри Если ты говоришь Вот городской Там округ А здесь вышло Да Ну есть у нас еще и краевой И есть краевые депутаты А в чем разница Депутаты Те же представители Выходим открыто Кто запретил на них выходить Народ наш Народ Наш народ Его настолько Замучили уже Понимаешь Они уже на выборы Не хотят ходить Ходят только вот у нас Военные Чиновники Их принуждают Их принуждают Давай говори честно Их принуждают туда идти Понимаешь Ну не власти А слугам народа Уже никто не доверяет Никто не доверяет Все дело в руках власти Вся система Сгнила Да И все дело в руках власти Власть народ В руках народа все Все денежные средства Которые движутся по тендерам Все тендеры продажные Продажные разворовываются Я знаю это Так поэтому Прямо мне рассказывал Один человек Который занимается Тендерами конкретно Он рассказывал Как там это средства То есть он говорит Приношу Губернатору там Не он сам Полтора миллиарда Он приносит Я приношу Пакет документов Все Он говорит А где мои деньги Где мои деньги Как заорет на меня Я не понял То есть в этих Полтора миллиардах Должно быть 750 миллионов Его 50 То есть там должна быть Заложена ошибка То есть вот Проектная документация Строительство моста Полтора миллиарда В них должна Заложена быть ошибка Допустим Забыли включить Арматуру Ну строительство Крымского моста Я грубо говорю Забыли включить Арматуру То есть нету арматуры Вообще То есть Все есть Пропустили И вот Ее на 700 миллионов Там нету То есть он И он должен Изначально Вложить туда Эту ошибку И то Они должны Все подписать Все как бы В доле Это грязно Очень грязно Все должны Подписать Уже все Начать работать А потом Оказывается Арматуру Забыли Включить А как мы Будем строить Мост без железа Сколько на арматуру 700 миллионов Вот откуда Вот эти все Путин ходит С комиссией Говорит А что такое Сколько тут было Тут 1,5 миллиарда Выросло до 10 миллиардов Понимаешь Вот эти все Бабки 8,5 миллиарда Прикарманенные Это все Бабки Которые Ну откатно По-другому Называют Которые просто Своровали Это все понятно Ты сейчас Что хочешь Этим сказать Я говорю Что вся Эта система Вся гнилая Почему даже Китайцы говорят Мы такой же Мост построим В 20 раз дешевле Не надо Мы сами Только лучше Не надо Мы сами Японцы говорят Давайте мы вам Дешевле дороги Сделаем Одну дорогу В прямом Крайе Еще раз Объяснили Мы вам 20 лет гарантия Коля Но она Даже через 100 лет У вас останется Наши чиновники Сказали Не, не надо Мы что Коля Так я тебе говорю Что вся система Сгнила Так вот У меня вопрос Какой Вопрос такой Народ не доверяет Власти Не доверяет Этим слугам Народа Чиновникам И это не только У нас В Америке Выходят На забастовки По чиновникам Потому что В Америке Также поставили 5G-вышки Облучают людей Люди падают Дети у детей В Англии Из носа Изо рта Кровь идет Понимаешь 5G-вышки Врубили Они в Англии Отключили Эти вышки Запретили Так вот Я тебе говорю Что вся система Она сгнила Вертикальная система Власти Она гнила Вот Народ сейчас Везде В Германии Там миллионы людей Выходят Везде По всему миру Выходят люди Абаровские И так далее Так вот Как Теперь Чтобы вот эту Всю Всю цивилизацию Сохранить Как вернуть Обратно Человеческую Нормальную Народную Систему Власти Народовласти Как ее Сейчас нам Вернуть Воспитывать детей Воспитывать детей Школу Учить Как ты хочешь Но создавать Исходя из тех Реалей Которые сейчас Существуют Не ломать А их Заставлять Работать На нас Это будут люди Настолько Грамотные Культурные И здравые Быстро Мыслящие Что допустим Он придет Чиновник Чиновник пока Будет думать Как у него Украсть А он уже скажет Полный ход действий Он заложит Туда эту ошибку Но заложит Эту ошибку С учетом того Чтоб посадили Этого чиновника Понимаешь Да Вот так надо делать Не рушить Он пришел Где мои деньги Вот я заложил ошибку Тот Увидел Все У него пелена упала А этот умный Который Он еще Заложил ошибку Он ее заложил так Чтоб аудитор увидел Чтоб привлекли налогов И чтоб потом Вот такую статью Впиндюрили Это красивая мысль И он его выкинет Оттуда Понимаешь Вот этот образ А этот человек Который Он встанет на его место Он уже не будет Орать Где мои деньги Это театр Ты режиссер И ты должен заложить И пусть по твоему сценарию Играют Да Вот Коля нам произошел Мы по их сценариям А это надо Чтоб А школчейно позволяет Таким Аггином Чтоб по его сценарию Играли Совершенно правильно У него сценарий Будет не подлый У него будет Сценарий Правильный Правильный И справедливый Если ты негодяй Значит справедливо Тебе заложить Такую мину Чтоб ты на нее И попался Естественно И виноват будет не тот человек Который мину заложил И карму он себе не получит Потому что этого человека Будет мотивация для народа Да А как этого гнилого снять Его же никак не снять Он везде куплен Такую ошибку заложил Его же свои же снимут А на его место Этого и поставил Совершенно правильно Наверное так Это как сказал еще Александр Невский Кто с мечом пришел От него и погибнет Да Это называется еще Мирный воин Совершенно правильно Мирный воин Который не противостоит Не бьется А просто мирный воин А просто перенаправляет Энергию В потоке Да Ну это как вот Борьба какая-то Айкидо Айкидо Совершенно правильно Очень хороший Стильно Красиво А это у нас У русских и было У нас же в основной Энергия Система боевая Какая была Не убить А защититься Используя ее энергию Самбо Опять проявление добра У нас было Даже в боевых Наш искусствах Проявление добра Самбо не такой ли принцип Использовать энергию противника Да Там тоже А я смотрел Вот русский рукопашный бой Как-то по телеку Показ Так они там Чисто Ну это Это уже Высшее проявление Это тот самый орел Та самая погода А я тебе расскажу У меня было воспоминание Учиться надо Как наши Завоевывали Китай Можно я тебе спрошу Винни перебью Вчера был такой вопрос Дальмены сказали И Дальмены сказали Это может развить каждый Что именно? Интуитивное управление А про Китай Про Китай Это было сделано так Чтобы они Сами построили стену И чтобы помнили Что нельзя на нас Ходить войной И чтобы предкам Передали вход С нашей стороны Бойницы на их сторону Пусть они вырежут Всю историю Уничтожат книги Но они не уничтожат Дух наших людей Который нам несет Это все И не уничтожат Пространственную библиотеку Которая имеется Они могут все Они могут скрижали уничтожить Могут веды уничтожить Могут книги уничтожить Но пространственную библиотеку Им не под силу уничтожить И без нас они ноль Были многие виды борьбы Они были направлены Не на агрессию Ничего Но они побеждали Самых агрессивных людей Но они вот Используя вот эту силу Энергию Не убивали Не ломали Ничего Помнишь Когда вот эта все тема Начиналась Еще На Сосильские полянки Только в Владивостоке Были первые вот эти съезды И там Была такая Ленка-баянистка Девчонка Потом за ней какой-то парень На мотоцикле Там комсомоль сгонял За ней Но они женились Я эту Ленку видел Два раза в жизни Как-то Мы с ней встретились Что-то поговорили Перед самым Китаем На полянке Она уехала в Китай Через полгода Она прибегает А Мне приходят Говорят Тебя Ленка ищет Я говорю Какая Ленка? Баянистка Я говорю А что она меня ищет? Да говорит Ее что-то там в Китае щелкнуло Она тебя ищет Я говорю А что она меня ищет? Я ее как бы не знаю Ну ладно Иду по китайской стене И у меня Сознание перевертывается Включается И я вижу Как русские войска Захватывали Китай И она мне говорит А ты говорит Участвовал там Я говорю В смысле Что с саблей бегал? Она говорит Нет Там был круг Вот как были жрецы Круг военачальников Но они были волхвы И она мне говорит Вот ты там был Не в самом верхнем В верхнем круге Второй круг был Во втором круге был А я говорю А что я там делал? Она что-то Ну вы говорит Китай захватывал Ну ладно Все пошли мы Я потом съездил в Аркаим С Аркаима приехал Через полгода Хожу по Владивосток И у меня Декан психологического факультета Двистая женщина Есть Еще там мы шли Про деньги Рассказывали Рассказывали Разговаривали Я говорю Ты знаешь У меня по интуиции Деньги Они столько зла нам В Россию принесли Меня через это Вытягивает В какое-то состояние Я вспоминаю Какие-то древние времена На Руси Когда не было ни денег Ничего было такое Кто-то занимается Там Сеет Кто-то там рыбу ловит Кто-то там ткань Не за деньги продают Вот тебе надо Ты пришел Совершенно правильно Вот пришел Говоришь Мне нужна рубаху Тебе чик И ее соткали Ну ты там Какую-то рыбу И я короче Вспоминаю этот момент У меня вот это ощущение Что денег нету И такая внутренняя свобода Когда я это вспомнил Потом мне показывают Хлоп Мне выкидывают Китай Показывают Наши войска стоят на границе Китайцы там готовятся А мы вот это вот Несколько колец Вот один Верховой был Потом еще одно кольцо Еще одно кольцо Еще Как отвечали Вот этот верховой Он как бы видел Все тонкие планы Он как бог был Он понимал все процессы Взаимодействия Взаимосвязи Всего со всем Мы были вторые Образами работали Третьи работали С витязями Которые были в войсках Которые вот могли Подторж раздеться И там шли А четвертые Работали пехотой А пятые там Даже под крючкой женщин Были женщины Тоже участвовали в этом И они как делали Вот этот верхний жрец Показывают мне Китайцы собираются Они все подсоединены К Грегору Он короче берет И Грегор их На тонком плане Отсекает И они все остаются Без энергии У них знаешь Такие войска Показывают Они такие Потерялись Но смотри Он что делает Чтоб не нарушить Просматривал будущее Чтоб у русского народа Не было кармы Заставляет работать Второй круг Второй круг берет Всех этих китайцев Подключает к русскому Грегору Хлоп И энергию солнца Они все таки Кайф короче У них Сперва угнетение В нем такая эйфория Но их на другой Грегор На другую И они уже Слушай Перепрошиты Да У них короче Все это теряется Управление теряется Они начинают Кубатурить Осознавать Что с ними происходит Пускают в нашу пехоту И вот этих вот Ну среди них тоже Там знаешь Среди китайцев были Они пытаются Этот народ растормошить Идут Идут наши витязи Вот этих Которые там Типа знаешь Фанатиков Не могут сопротивляться Но они там Десятки могут рубить И потом пускают в пехоту Пехота как идет Она прет на китайцев С любовью Вот с этой Ну любовь знаешь Как свет солнечный Вот такая волна света На них прет А они как бы Потеряны уже Понимаешь Такие все Вроде эйфории Вроде не пойму Что делать И они Вот те Кто не сопротивляется Они короче Проходят мимо Мимо А кто сопротивляется Никак их Очень просто В какой ты руке Меч держишь Тебе хлоп бицепс Порезали Пошли дальше Ты ничего не можешь Один рез Третьему там Что-то там Ухо резанули Вот так стоит Четвертом Кутка Удар В какую-то точку Он стоит И они проходят Всех вот этих Кто сопротивлялся Кто Ну они верят Кто в тумане Стоит Они их не трогают Ну они как зомби У них эйфория И тут еще на них Свет Представляешь Они проходят Через эти войска Убирают Вот этих вот Ключевых фигур Которые не поддаются Не убивают Шопкарм Проходят Следом Идут наши женщины И лечат В этих завязанных Они идут Вот эта женская любовь Охеренно Знаешь Что слово Женщин И лечат Этих пораненых Когда ты только влюбился Ты ждешь Ты к ней подходишь Она такая там А они китайцы Стоят А тут короче Наши женщины С короводами Там С кувшинами С припарками С лечебными драмами Такие идут Знаешь Как павы Такие плывут Глаза голубые Такие светло Знаешь Такая женская Мощь Волна Они вообще охеревшие Забывают про свои руки Если она подходит К этому китайцу Такой Вот ты мой Там дорогой Там Рамку ему там Смазал Лечит Он такой Во-первых Влюбленный Охеревший И короче Они вот так Проходят Когда они Берут Вот так Завоевание Проходило Потом Вот этих Всех ключевых Собирают В определенный Лагерь С ними там Работают Другие жрецы Которые Перепрошивают Перепрограммируют Но на те места Тех военачальников Ставят Своих русских Которые Начинают им Давать знания Но знания Давали им Разделенные Чтобы потом Против нас Не применили Отделенные И специально Делали Для них Секреты Почему Долгое время Хранилось Знания Секреты Они друг От друга Прятали Это наши Так прокодировали Вложили Чтобы они Эти знания Потом Не объявили Против нас Не пришли А у нас Было цельное Знание У нас Цельное Знание Были Вот так Они завоевывали Это у меня Такое воспоминание Было Иленка Только приехала Которая Я не знаю Но это подтвердила А у меня Потом Поджет Мой Это представляешь До какой Степени Мощ Была Какое Сознание Было Мне говорили У воинов Жрецов Не бывало Да были Воины Жрецы Еще Знаешь Какие А кто Это сказал Что не бывало Ты на Дольменах Ты на Дольменах Был До этого Уже был Я не был Много раз Я приезжал На Дольменах И со мной Они Я на Дольменах Приехал Я с Самары Хотел попасть На Дольменах Не попал И после Самары Ты чувствовал Да Уже мысли Дольменов Еще не чувствовал После Самары Я сюда приехал Мне дали книжечку В дорогу Я здесь ее прочитал И через год Я что-то В армии Ну служил В этом войсках Что-то бегал Через дорогу Перехожу И посреди Зебренного перехода Передо мной Такой воин С копьем Появляется Бух И я понимаю Что это дух Дольмена И он короче Меня там как прокумарил Буквально прошла неделя И я оказался на Дольменах А представляешь Начало Вот эти 2007-е годы Ни денег не было По полгода Зарплаты задержали Ну короче Такая катавасия была Я не понял Как я там оказался И там я короче И Святогоров встретил И кого там Только не с ним Мне так как понесло И Кащеев И Вабыех И в школе Щетинина И меня короче Носило Вот так лет 5 Пока меня Анька не рубанула Анька не рубанула Вот у меня носило Он даже не так мощно работает Да Но самое классное было И самое главное Смотри Вот он все время улыбается Он улыбается Я улыбаюсь Когда понимаешь Я вспоминаю русский дух А вот эта улыбка Она была постоянное состояние И днем и ночью Понимаешь Оно вот было Да я знаю Что ты мне объясняешь Роду что делать Мы уже сказали Три раза сказали Одно и то же Детей воспитать Ну чтобы детей Детей начинать Сначала воспитать Себя Но изначально Изначально Разбудить А разбудить Только через детей Ключик Ключик Смотри Щетинин когда это все Прочухал Он понял Что вот человек Взрослый Прошедший эту мясорубку Ему надо очень долго Времени разбудить себя Анастасия как сказала Не надо своих детей Ничему учить Дайте им раскрыться Вот Щетинин создал условия Чтобы дети Совершенно правильно Вот почему у нас Такая фигня получается Вырастают чиновники Которые воруют Еще воруют Что-то делают Вот смотри Вот родилась Создалась семья В семье допустим Мама черта есть зависть У папы черта есть ложь Вот у них родился ребенок Объединили До трех лет ребенок Мозгами не понимает До трех лет ребенок Сканирует твою вибрацию Каждый человек вибрации А в этой вибрации Заложена Зависть мамы И вранье папы И ребенок через эту вибрацию Отпечаток слепок себя Получает Биоэнергетический слепок И он уже растет Вот до шести лет Он получает Пока не читает Не писать не умеет Он получает В душу Чувство знаний И он вырастает Поэтому он становится И завистливый Жадный И врун Если он потом Не осознает И сам себя не переисправит Да Программа в детском возрасте Он это все исключил Он их оттуда выдернул И себе Начал развивать Не то что он от них Он их развивал в сознании Что они потом Через это сознание Увидели В маме такая черта есть Но маму не осудили А полюбили Такая какая она есть Да Но они уже другие И Анастасия про что сказала Вы самое главное Создайте вот это Родовое пространство Детям В поместье Но не учите их ничему Вы Вот как она говорит Вот ребенок Ползает травку Вот как сейчас твой он сидит Хлеб съел Травку сорвал Съел Мы с мамкой Твоей беседовали Он травку сошел По животу Эй Меня улыбается И рукой махает Я ему тоже Помахал Вот у него сознание Самое главное Осознание до шести лет Через вот это чувство знания Сканирования происходит А мозги это мысленная жвачка Она на уровне ума Остается из стереотипов А если он будет сам развиваться Он будет чувствовать Бога Он будет чувствовать Не просто дерево А энергию это дерево И снимать эту вибрацию дерева Она сейчас же сказала Вот почему Моя встреча с Мегре Получилась Вот Мегре Ему было так плохо Он купил эту вишеньку Заботился И он такой Последнюю любовь Он такой сидит Говорит Блин Никто меня не любит Все хреново Никому не нужен А тут вишенька А у него была вот эта забота Он вот эту вот Любовь эту заботу Последнюю в своей душе Собрал этой вишеньки На тебе вишенька С такой заботой полюбил Вишенька короче Охренела Потому что это тоже душа Мы же видим Совершенно правильно Она вибрация Она охренелась Как мечет Это как мы говорили Коля на тебе любовь Она как мечет Она хочет отблагодарить Она импульс Вверх В космос Бах А когда в космос Она по всем звездам Она раз и вернулась Закрутилась ситуация И она вернулась Вишенька Это же вибрация И ума Анастасия как сказала Вы говорите С любовью посадите Она говорит Намного раз меньше Чем человек Выделяет Допустим Человек может Сто там Тысяч герц Выделить Она допустим Три герца Может выделить Но она сифонит На постоянной волне А если ты каждую Вот эту вот Травинку Ростинку Вот с такой любовью Посадил Вот и сформировалось Вот это пространство Любви Вот это она называла Пространство Любви Если твоя беременная Ходит Мамка Там к яблочкам Подошел Которую Это любой Знаешь Есть такое Пренатальное воспитание Есть Когда с ребенком Мама там танцует Разговаривает Все это Так вот у меня По психологии Был опыт Я ходил И все время думаю Почему мне нравится Звук холодильника Всю жизнь Не мог понять Я что-то у меня знакомый Было Пошел на эту По психологии На тренинги Я короче Вспоминаю себя Когда я был в животе Месяцев 5 Или 6 было И я понял Почему я люблю Звук холодильника Мамка беременная Ходила Квартира была маленькая Там 6 на 6 Стоял холодильник Как я Тарахтел Она ходила беременна А я там был Я когда Вырос уже Думаю Что мне так нравится Холодильник Я когда Слышу Холодильник Я так засыпаю Сладко Как в детстве А если твоя мамка Ходит С тобой Беременная И вот слышит Вот этого сверчка Ты когда вырастаешь Какой звук для тебя родной Сверчка Ты приходишь Этот сверчок А самое кайфовое состояние Какое у ребенка На подсознании Когда он плавает В животе В мамке В тепле В уюте И ты Вот родился И ты идешь Тик сверчок Зашурчал И ты Оба у тебя связь С тем сознанием Кайфа Постоянного Внутреннего кайфа И ты Ох четко Подошел там дерево Оно вот эту любовь Тебе передает Потому что если ты тут же зачинал То все деревья Вот эти все Они родные Они участвуют в зачатии Участвуют Энергетика Энергетика так расходится Она цепляет всю вот эту энергию И они ее отдают с любовью Участвуют в зачатии Они уже закладывают свою информацию Что они тебя любят Что у ребенка приходит И восстанавливается взаимосвязь Человек-природа Через вот эту вибрацию Которую мы говорили Что до 6 лет ребенок Сканирует ее И вот когда он вот это сканирует Включается вот эта связь Которую темные разрушили Для чего они нас в города засунули Чтоб разрушить Разрушить, обрезать Потом дальше У меня было воспоминание На аркаину Мне объясняли Что такое родина было Много там отпущу Но самое Что быстро было Вот ты чувствуешь Ты это ты У меня вот здесь 15 лет назад Было ощущение Что у меня было поле На весь Дальний Восток Растянто Не Греморская На весь Дальний Восток Я его чувствовал Вот это поле Оно было накрыто Оно было вот так растянто И сверху шел стоп Через меня работало Вот так Вот мне показывали Как раньше был Что такое Как Или Витязь он назывался Какой Или Войн Света Назывался Точно не помню Но суть в чем Вот у них было поле Вот это Он Вот ты чувствуешь свое тело А они чувствовали еще свое поле Вот как я чувствовал Прямо что-то Оно было на несколько километров Но вот это поле Включало в себя Энергию Душу Я буду называть Душа дерева Душа травинки И вот эту всю местность Которую он охватывал И он через это поле Поднимал сознание Не только себя А еще сознание И осознанность Вот этих вот Всех существ Которые на себя Отражающие Входили в его поле Да Он был Как ты говорил Про ответственный Он был ответственный За этот мир И он не мог подойти Вот так вот Сорвать листик И сломать веточку Потому что для него Это было продолжение его тела Вот у меня было сознание После домена Входил целый год кубатурю Кто такой Бог И что такое Бог Не единство И мне пока Да, ты говоришь правильно Считал мысль Говорю Гот кубатурю Что такое Бог Кто такой Бог Не мог понять И как-то еду в автобусе Мне смс-ка приходит Сегодня прощенное воскресенье Прости меня Я думаю Странно Человек мне гадости дел Теперь прощения просит Ну я ему Ну я тебя прощаю Потом дальше еду Думаю Блин Вот он меня попросил А я знаю Он такой горделивый был Гадостями Это как он себя сломал Что меня попросил Я думаю А что с человеком случилось Что он так И думал Ну-ка я тоже Блин Ну у всех короче Попросил прощения И такой еду Думаю А у меня такой характер Спыльчивый Думаю А есть же много людей Которые я не понимаю Что я обидел Я такой сижу Говорю Боженька А как вот Есть же люди Которые я даже не знаю Что я их обидел А как мне у них прощение А мне тут знаешь Показывают Луч такой Солнечный идет с неба Говорит Видишь луч Я говорю Да Вот луч Это я Проси прощения у меня Ну я прошу Говорю Прости меня пожалуйста И показывают От луча Такие тяжи Оттягиваются Вот представь луч Это рука Оттягиваются тяжи Они на конце Вот так расщепляются А сюда прикреплены тела И вот я прошу Луча прощения Выделяются темные тяжи Уходят в эти тела Он говорит Вот смотри Вот это я А вот это Мои тренировочные костюмы Вот тренировочный костюм Вот тренировочный костюм И вот тренировочный костюм Но мы Это расщепление Единого сознания Вот здесь То есть получается Ты это я Я это ты Но там Вот если представить руку Да И вот этот Почему они не могли Ломать деревья Вот через этот механизм Они это все чувствовали Представляешь Они жили Раскрыто во всех пространствах Они в ладу жили Во всех пространствах Как раскрытая матрешка То есть Он одновременно был И в боге Чувствовал себя Вот древний русский воин Воин света Не знаю как правильно И одновременно Чувствовал себя в теле Но через вот это Не боялись смерти Нет конечно И смерти И они не могли Сломать веточку Потому что он ломал Он знал что она там Соединена Не просто знал Он чувствовал как ее ломают Понимаешь Вот эту боль И вот этот механизм Через родовое Пространство любви Анастасия И пытается включить И она как говорит Вы говорит Просто можете с любовью сажать Но в третьем поколении Вы уже будете полностью Открыты богами Это вот за счет того Что это я тебе рассказываю Находит беременность Слушает вот это Вот это Не зря я про этот холодильник рассказал Это же я думаю Что работа дольменов Со мной была На осознание этого холодильника Почему это родовое пространство Еще много Там моментов было И вот это оно Включает механизм Человек-природа Соединение А нас разъединили Через эту технократию Разорвали вот это Ну это как бы Один момент Но главное сейчас Вот про то что он говорит Чтобы прийти к этому Надо сперва Вот вы говорите Перевернуть вот это правительство Как-то перекубатурить Как это сделать Заместить Либо заставить Вот то же самое Эту энергию Заставить работать во благо Задал вопрос Получил ответ Правильный вопрос задал Правильный ответ пришел А ты получишь Правильный ответ Если чистота помыслов будет Вопрос задал Не как Чтобы не было хорошо А вот вы сейчас думаете На радость 7 Как сделать Чтобы людям было хорошо А когда думаете Как людям быть хорошо Вы в подобие Бога Включаетесь На радость 7 Вот мы сидим Мы равные среди троих Ну да Мы одно целое там Единственное А проговариваем сейчас На радость 7 Это хорошо И вот это единение Наверное Среди русского народа Происходило И сейчас у нас энергия Уравнялась Уравнялась И она увеличилась В разы Я ему в эту деревню Она говорит Пойдем Вот такая природа Я сижу Как бы чувствую природу Ну хорошо Мне кайфовно Говорит Пойдем в сады Я что-то не хочу Ну пойдем Говорит Ну взяли ведра Мы пошли Идем Идем Вот там лес идет И как бы такой поворот Я иду ощущаю лес Дохожу до поворота Что-то мне так давит Так хреново Что такое Не могу понять А я как бы сканирую Природу Чем дальше подхожу Мне хуже и хуже Знаешь Такое вот ощущение Какого-то страдания Боли Блин Какой-то корысти Блин Вот этой ненависти Какой-то Ничего не могу понять Подходим Смотрю Стоят эти абрикосы Все обломанные Ободранные Обглонные А там что получается Работы в деревне нет Абрикосы еще полузеленые Народ чтобы заработать Они короче бегут На эти абрикосы Друг другу морды бьют Ломают эти ветки Собирают эти абрикосы А я думаю Что такое Представляешь Весь сад Вот эти все деревья плачут Вот эта вот энергетика Тонкая Про которую я тебе говорю Я ее прям почувствовал Такая боль Такие слезы Такой вот ужас Я не знаю Как это перевести Еще наложены Вот эти вот Эмоции алчности Сорвать Продать А я должен был Больше сорвать Чем больше продам Тем больше сорву Чтоб другому Больше не досталось Еще вот это Я говорю Я не пойду В тот сад Мне хреново Так Короче Я не пошел В тот сад Остался Проходит полдня Она говорит Хорошо Поехали в санаторий Шмаковку У меня там знакомая Я говорю Ну поехали Еще там Мы ходим Там по санатории Там есть один Гражданский санаторий Там всякие Вот такие Пирамидальные Штучки Насаженные Ну я не знаю Как они Там так красиво Мы так зашли На эту Сели Я говорю Слушай Что так Тут кайф Такой Как будто Знаешь У меня было У меня такой Как будто Я зашел В церковь В храм Вот когда Служба пройдет И ты заходишь И видишь Это обалдеть Что за херня Подходит Тетка Там Который работник И они между собой Разговаривают И она мне Рассказывает Такую историю В 90-х годах Когда вся Шмаковка Разваливалась Им зарплату Ничего не платили Короче Там цеха Все пудрные Были Был у них Грамотный Руководитель Он сказал Так Тетке Вот здесь У нас есть Питомник А у них был еще Советского Союза Питомник Они вот эти Все южные растения Высаживали Вот говорит Я вам одну теплицу Зарплаты нет Отдаю одну теплицу Вы себе Сами там садите Картошку Капусту Морковку Помидоры Теплицы Огромные Отапливаемые Зарплаты нет Вот все выращьте Все будет ваше Но говорит Вторую теплицу Сохраните мне Вот этот фонд Растений И чтоб ни одно Растение не погибло И короче Действительно Подходишь к растению А уже Южные растения На зиму Каждое растение Тетки подходили Заворачивали Этой белой тканью Каждое растение Ставили лестницу Вот оно 5 метров Они ставили лестницу Заворачивали Под каждое растение Удобряли Они с любовью И заботой Проявляли Они же с этих саженцев Садили И вот за эти 10 лет Оно все выросло И я почувствовал То есть мне Я думаю Может Анастасия дала Может дедушка Дали почувствовать Понимаешь сравнение Вот про одно я рассказал И тут меня выдергают Резко в другое И они с этой Благодарностью С этой любовью Вот эти деревья Сифонят этим женщин И этому пространству И я пришел У меня ощущение Что я в храме говорю Это добавка К тому что такое Пространство любви И представляешь Вот в этом пространстве Твоя беременная жена И ты еще потом С ней рожаешь И вся страна Вся родина Должна стать таким пространством Оно и раньше Было такое Бог вот создал В этом пространстве Нас создал И мы в этом пространстве Были Вот это мы и потеряли Вот это и было Райский сад Для тебя Для тебя это было Сравнение Чтоб ты мог понять Мне все время На контрастах Ты сейчас Задал вопрос И следом тебе пришел ответ И ты его сразу Раз и выпалил Мне не ответ приходит Мне приходят Озарение И осознание Через действия Ответ это когда Ты задал тебе мысль Это считка информации Так ты и следом действия А мне приходит Чувство знания Я сперва чувствую Когда прочувствовал Эти знания Начинаю озвучивать словами Да Ты вот сейчас Я начинаю вибрацию Словами Ты просто отначил Говорить Что у тебя ощущение У меня кожа мурашки У меня холодок Прошел следом Я перенял Душа чувствует Перенял следом А вот Дальше я тебе расскажу Когда вот Я тебе рассказывал Про вот этого сокола Щетинина Мы ходили Полунин Я понял сразу Я считал тоже Полунин Он меня приглашает В школу Щетинина У нее идет тренировка С этими бревнами И он там Их что-то там Ножами А я что-то стою Понимая Что вот на подсознании Вот это самый низкий уровень Я говорю Слушай У меня такое ощущение Что ты что-то Самый низкий уровень Он такой На меня так Насторожился Я думаю Что он так Говорю Говорю Вот это вот там Ножами Чего-то Не то Я говорю Понимаешь Что ты обладаешь Чем-то таким Он говорит А ты откуда знаешь Да я не знаю Я чувствую А ты знаешь Про ядра сознания Когда я не слышал Он говорит Ну вот мы как На расстоянии Часового Надо снять Три ядра сознания Средние резко Убираешь Он падает Ничего не может Да что ты Мне тут уши чешешь Он говорит Ну давай покажу Я говорю Ну давай Я что-то стою Он стоит на расстоянии Восьми метров У меня что-то так рукой так у меня такое ощущение как у меня есть позвоночник трусы выступал стал такой на него смотрю когда я понял как вы эти бойцов снимали он потом выстраивает круг и этим всем дает бревна мне говорит бери бревну я че с ним будешь заниматься да ну я никогда не займался на тяжелый я короче беру это бревно становлюсь кругом я беру бревно и пошел у меня глаза на лоб он на меня такой глаза вылупил говорит а ты откуда знаешь еще занимался я не занимался откуда ты знаешь я говорю так это же ты мне передаешь он такой короче меня значит ну я тебе покажу так у меня так короче заламывает вот сюда короче как ну ты чё шпион что ли болевую точку мне я рута мама ты немножко не там ты немножко не там болевую точку показал лет он меня нажал вот именно вот сюда куда-то еще выше чуть выше и вверх ну наверное ну я то не знаю я к нашему не у тебя на углу мне так больно было это морал а потом я ему говорю хочу ты же самый ниже говорю я так понимаю что вот это и есть уровень а а у меня вишня подсознание вот эта информация вот этих волхвов воинов то была я сразу просто его щита родовая память просто горишь про эти мурашки вот так передавали знания как боевые это чувство знания называется от души к души как бы вот и у щетинин вот этот механизм работает а не его называет лавой но его можно еще глубже взять еще глубже владелие на уровень вот сканирования вот информация. Они через сознание, через эмоцию, через радость работают. А есть еще глубокие. Вот когда рассказываешь, да, и ты входишь. Вот я тебе рассказываю, ты входишь в это состояние, которое я пережил. Вот передача информации. Мы с тобой поменялись местами называется. Моя информация в тебя вошла? Твоя в меня вошла. Но я тебе не рассказывал. Я рассказываю историю, которая со мной произошла. Но потом ты ходишь, вот эта вибрация в тебе жужжит. Она потом поднимается в твой мозг, и у тебя ярко вспышку осознание рождается. Таким образом срезаются гордыни. Не у меня Нет гордыни, ни у тебя нет гордыни Ни я выше тебя, ни ты ниже меня Мы просто с тобой поделились вибрациями Душевным общением И гордыней А когда на знаниях общаешься Был отца мной такой, помнишь? У него не было информации Он книжек начитается, начинает Да ты, гад, неправильно говоришь А там на мозгах идет Он еще встречает эмоции И он тебя разбивает, разрубает всю твою ару Разрубает всю твою энергетику Понимаешь? И ты отходишь от него Такое чумовое, падаешь и тебе хреново Да, я вот делал ошибки Показать, за ошибки будешь получать подзатыльники Я и получил И я так же получил Не надо вот это делать Потому что если человек не выспался и проснулся Он не сможет действовать А ему надо дать выспаться, чтобы он сам проснулся Его просто порвет Его порвет или оттолкнет Надо порционно давать Постепенно просыпаться Я не знаю, как это делать У меня нет таланта людей Вот сейчас У меня есть талант передавать то, что у меня осознание будет И многие передавать Другого я не умею Но здесь мы не зря собрались Это не случайность Это закономерно Смотри, вот мысль про школу прошла, да? Давай подушевим эту мысль Давайте Давайте создадим такой образ Что вся Россия Покрывается Появляются родовые поместья Прекрасные В центре каждого поселения Родовых поместьй Такой дом творчества Школа Такая большая В центре В центре поселения Каждого Директора там Со школы Щетинина И там воплощается Весь опыт школы Щетинина Все это должно быть На природе Да, обязательно Вот это взаимосвязь Взаимосвязь должна быть Редактор субтитров А.Семкин